У православных 7 мая Радоница или Радуница – день поминовения усопших. И в том и в другом названии явно слышится корень Рад, что на первый взгляд шокирует. Какая там радость, если речь идет об умерших. Усопших поправляет церковь и уточняет – у Бога мертвых нет, у Бога все живы. Как правильно провести этот второй вторник после Пасхи, посвященный поминовению усопших? На Радоницу стараются непременно приехать на кладбище. Но так как для души усопшего важнее наша молитва, чем любой ритуал вокруг могил, день принято начинать с посещения Божественной Литургии. Придя к началу службы в храм, верующие подают записку с именем умершего для его молитвенного поминовения в алтаре во время Литургии. Считается, что нет действеннее молитвы, чем та, которая в полголоса произносится священникам во время Таинства Евохристии. Поэтому часто за усопшего заказывают так называемые сорокаусты – молитвенные поминания во время Таинства Евохристии. Творимые в течение сорока дней. После Божественной Литургии в храмах на Радоницу служат Вселенскую или Родительскую панихиду.